Мирный договор между двумя странами будет иметь большое значение для двух стран. Он будет иметь большое значение для региона, мира, стабильности и региональной безопасности. Мы, на самом деле, полагаем, что соглашение возможно, но оно требует от двух сторон сделать сложные выборы и пойти на тяжелые компромиссы. Автор этого заявления спикер госсекретаря Мэтью Миллер. Когда со стороны Запада озвучиваются подобные заявления, как правило, их нужно воспринимать как послание Еревану еще раз опустить планку в армяно-азербайджанских отношениях. Что-то подобное, по настоянию Запада, Никол Пашинян сделал весной 2022-го, согласившись опустить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха. В результате Азербайджан поглотил Арцах, но так и не признал территорию Армении в 29 800 квадратных километров. Во второй раз, под аплодисменты Запада, Пашинян опустил планку в армяно-азербайджанских отношениях в апреле этого года. Уступили наши крепкие оборонительные позиции в Тавуша, взамен не получили даже согласованный регламент комиссий под элимитации, который согласно протоколу Григоряна Мустафаева от 19 апреля должен был быть утвержден до 1 июля. Какие сейчас ожидания Запада от Армении? Наверное, нетрудно предсказать, изменение в Конституции или письменное обещание этого. Энд-квод, Зангизурский коридор энд-квод с облегченными режимом. Мы еще заплатим очень большую цену в результате авантюризма Пашиняна в вопросе изменения стратегической ориентации страны.